привет дорогие друзья с вами Иван из Кёльна и многие уже пишут спрашивают почему ты не освещаешь что у вас произошло в Берлине какие там были большие демонстрации ребята ну просто не хватает времени много тоже своих дел надо и как-то и деньги зарабатывать и много еще всего ну как и у каждого наверное не всегда легко найти а делать ролики ребята это не так все быстро как может быть кто-то думает это все достаточно долго так ну что по Берлину в Берлине было около от 800 тысяч до полтора миллиона как сообщается ну я думаю что около миллиона людей было я вставлю фотографии сюда с этой демонстрации и конечно же вы представьте миллион людей вышли в Берлине это были исторические выходные сейчас потому что народ кричал Ангела дас фольк из да то есть Анжела то есть народ здесь ты это типа нас услышь вот и все без масок и очень дружно массово то есть это было грандиозное шествие на самом деле вот вы представьте миллион людей вышли и полиция была бессильна у них было запланировано там что-то разогнать народ но не получилось понимаете о чем я говорю да когда выходит миллион полиция ничего не может сделать и были все достаточно мирно прошло были только стычки с движением антифа потому что там закрывали какую-то кнайпу ну что такое кнайпа это типа ну такая забегала в ресторан где подозревалась что вот эти вот все антифа там экстремисты они там делили бабки делали какие-то свои планы ну вот там закрывали эту лавочку и было конечно большое противостояние и там что-то около 40 чем-то полицейских в этой драке было ранено там очень большая месиво было по моему было ночью субботы на воскресенье если я не ошибаюсь еще ведущая центральных каналов такая дуня хаяли ее прогнали она тоже пошла делать туда репортажи в берлин но ее там заплевали выгнали потому что ее ненавидят но она потому что продажная дип-стейтовская вот на центральное телевидение она пропагандистка ее просто народ просто ненавидит она одна из самых таких известных ведущих на центральном телевидении cdf ее там заплевали я тоже если найду фотографии вставлю туда выгнали бежала и сказала она что эти сборища очень опасны они могут быть очень опасны вы представляете но сейчас в официальных дип-стейтовских медиа пишут что больше половины народа сегодня сторонники теории заговора представляете заговорщики такие вот такие злостные кстати насчет израиля вот мне там один блогер или илья по моему завод зовут обиделся что я защищаю как-то евреев там ара у меня на канале выступала и высказалась не очень положительно про его канал и почему я не вырезал ее голос но ребята я не вырезаю никого особенно гостей которые приходят ко мне на канал это просто неуважение это же не cnn у меня там не что-то цензуры нет если ко мне гость у меня выступает на канале то я даю ему слово я не буду вырезать то что он сказал но это же понятно ну и что за детские обидки но честно мы же не в детском саду кстати по поводу вот почему я защищаю там евреев или что-то мне пишут дело не в том что я их защищаю ребята в израиле сейчас тоже проходят массовые митинги и протесты основная масса людей в израиле израильтяне они тоже обычные люди это не все масоны там сионисты еще что-то и у меня друзья есть живут в израиле их там тоже дрючит по полной чтобы вы знали они там тоже всех долгах в кредитах там постоянно штрафы какие-то их также сама дрючит по полной и они тоже также массово выходят сейчас на демонстрации там тоже месиво происходит ребята основная масса людей в израиле это обычные люди это никакие вот многие думают что там все все евреи там хитрые какие-то масоны еще такие сякие да нет ребят основная масса людей они обычные люди я у меня одноклассник он последнюю рубашку снимет тебе отдаст но ты так сейчас в германии проблема не знают куда девать 20 тысяч машин для вот эти для искусственного дыхания до были закуплены а сейчас больных нету никого нету всем надо носить намордники а больных нигде нету вот и проблема куда девать вас этих 20 тысяч машин потому что их надо обслуживать это все дорого они просто так не могут стоять их там надо постоянно что-то делать там обновлять там еще что-то чистить и так далее вообще по поводу намордников в швеции в швеции меньше всего вообще больных хотя они не не у них вообще не было ни масочного режима у них вообще никогда его не было и так же самое в голландии больных меньше всего почему потому что люди ребята болеют от страха когда люди под страхом у них падает иммунная система у них начинает болеть спина голова и так далее различные вирусы их начинают атаковать если вы носите намордник вам будет не хватать свежего воздуха и у вас ваше тело будет неправильно функционировать ребята человек не рожден для того чтобы носить намордник но к сожалению очень много людей вот ходят в намордниках и они даже если отменят эту корону понимаете они все равно будут носить этот долбанный намордник они будут спать в наморднике дома понимаете настолько есть такие люди за шугами что-то в штатах я вот себе записал на листочек фамилию правая рука доктора фаучи доктор фаучи это чтобы вы знали этот который на deep state там главный вот этот доктор который ну трамп его до сих пор не уволил он специально сделал так чтобы доктор фаучи полностью показал свое грязное лицо вот это вот доктор фаучи заявляет что те прививки которые придут из других стран они неправильные правильная правильная прививка будет только которая пойдет отвоз вы представляете вот так вот и втирать и как же его фамилия была его правая рука от не аид его помощник совершил самоубийство вот опять еще одна такая непонятная смерть совершили он самоубийство либо ему помогли тут тоже очень все непонятно вообще сейчас в америке вот это дизлейн мэксуэлл которая сидит сейчас и выдает показания про клинтона там клинтон появляется в каком-то нижнем женском белье в женском платье там так такие сейчас выходят подробности что жуть просто я думаю ситуация с этой короной сейчас сильно изменится после выборов в сша ребята после выборов в сша я думаю что много чего изменится они конечно попытаются сейчас ввести вторую волну потому что а начнется обычный грипп обычная простуда как это было всегда с первым дождем с первым ветром и так далее и тем более сейчас люди если которые носили на маске у них вообще иммунитет ослабленный и будут болеть и скажешь вторая волна бежим прививаемся в очередь до в очередь на прививочке и многие побегут сами прививаться вообще в берлине конечно молодцы показали это что было вообще в берлине они показали что они против этого вступления в рабство это в основном были люди которые трезво оценивают ситуацию понимают вообще что происходит в мире просто не против этого ритуала сейчас проходит ритуал посвящение в рабы понимаете люди сами себя заставляют одевать маски вот когда вы заходите в магазин это кто заставляет маски какие-то там высшие силы нет такой же продавец понимаете продавец его заставляет одевать намордник то есть это просто показывается каким-то высшим силам что смотрите какие люди идиоты они сами себя заставляют носить намордники понимаете понятно что этих продавцов тоже кто-то заставляет это все идет откуда-то но нет официального понимаете не приказа не какого-то закона ничего потому что его не может быть потому что люди так сказали флищ это как бы здесь считается но даже не обязанности как бы такая строгая рекомендация из этого сделали люди сами как будто их кто-то насильно заставляет вот как будто это закон какой-то это все не как закона даже нет никакого принца эндрю сейчас тоже всплывают очень большие подробности это ну там ой ребят мы скоро столько всего узнаем что будет очень жарко я думаю это осень ребята будет осень как вот давно такой осени не было наверно никогда такого с ней не было какая сейчас вот будет сентябрь октябрь ноябрь ребята это будет настолько насыщен событиями главное чтобы крыша не съехала очень много впечатлительных людей которые не смогут воспринимать все то что начнет всплывать и просто реально действительно это здоровому человеку очень тяжело переварить все всю эту информацию которая сейчас выходит ну что ребят вкратце вот такие новости пока да и что хочу сказать видите здоровый образ жизни не дайте себя обмануть и люди должны понимать что в единстве сила вот мы видим сейчас в берлине миллион вышел и никто ничего не может против сделать никто не сможет разогнать миллион когда люди держатся когда они сцеплены какой-то одной идеей так все ребят скоро будет видео с мэндором продолжение кто меня смотрит уже знает что мэндор это очень непростой человек он знаете я с ним в контакте на связи и он такую информацию он владеет что я вижу что это не просто какой-то начитался каких-то книжек человека человек действительно много через что прошел и много чего знает скоро будет с ним следующее видео будет мега интересное ребята ну что ребят всем здоровья оставайтесь позитивными кто хочет как-то помочь я оставлю ссылку под видео на paypal спасибо всем таких людей немного но есть такие кто помогают иногда спасибо большое еще раз и все увидимся с вами в следующем видео так ну вот ребята видите все кафешки полные в кельне люди сидят без масок отдыхают и основная масса людей понимает что все это бред какой-то да это вся ситуация ну что ребят все всем пока с вами был иван из кельна увидимся с вами в следующем видео